Всем привет! Меня зовут Стена Вайгерим. Мы командой обучаемся на четвертом курсе по специальности экономика. По совместительству я также являюсь университи релейшнс менеджер Вайсагин Алматы. Всем привет! Меня зовут Маджид. И в свободное время я люблю заниматься изучением финансовых рынков и инвестициями. Меня зовут Тамерлан. Я учусь с этими ребятами. В свободное время люблю ходить в горы и играть в баскетбол. Всем привет! Меня зовут Алибек. Я просто учусь на четвертом курсе. Да, верно подмечено, что конкурс является международным, поскольку там участвовали студенты из 11 стран и свыше 80 университетов участвовали. И мы представляли наш университет Нархоз на этом Кейс-чемпионате. И на самом деле Кейс-чемпионат пришел очень интересно. Мы узнали много нового именно в сфере инвестиций, поскольку решение проблемы было основано на теме создания инвестиционного портфеля. И нам эта тема оказалась очень интересной, поэтому мы ее выбрали. Вы сами выбрали тему, да? Да, там была возможность выбрать между двумя треками. Есть трек консалтинг и есть инвестиции. И там абсолютно разные уже критерии идут. По инвестициям нам показалось, что это ближе к интересам, поэтому мы ее выбрали. Основной проблемой этого Кейс-чемпионата было создание инвестиционного портфеля по управлению пенсионными активами. И основной компанией, которая выдает этот Кейс, являлась Джужсан Инвест. Мы втроем, я, Тамерлан и Маджид, выбирали активы для портфеля. Ну, все вместе работали в Блумберге в четвером. Айгерим помогала нам сортировать информацию. Ну, таблица в Excel находила нам данные через Yahoo Finance, да? И потом почти вся основная работа по презентации была на Айгерим. А на Кейс-чемпионатах это очень важно, потому что много у кого может быть одинаковое решение проблемы. Вот от презентации может зависеть многое. Ну, были дни, когда мы приходили там к 12-ти, к 11-ти. И до двух не было пар. Мы до двух работали в Блумберге, делали объединенный перерыв. Ходили вместе там покушать куда-нибудь в столовую. Возвращались там к часу примерно. Начинали работу просто по ресерчу в интернете. И смотрели разные ETF-ы по доходности, по Price and Earnings, по всякому, короче, по разным показателям. Потом возвращались в Блумберг и опять, и опять, и опять составляли этот конструктор. До 9-ти, до 10-ти. Ну, к сожалению, с первого раза не все получалось. Но по итогу вышло очень даже неплохо, я думаю. Были студенты из университета КАЗГУ, КАЗГЮ, ЕНУ, КБТУ, Назарбаевский университет был. Ну, большинство участников в этом кейс-чемпионате было из Назарбаевского университета. Из каких стран приняли участие? Страны СНГ были в основном. Мы достаточно много провели время в аудитории, и мы очень ответственно подошли к этому кейсу. И изначально мы хотели выиграть, и в итоге выиграли. Я думаю, это оправдано, потому что мы потратили много усилий, нервов, и достаточно много времени просидели в аудитории. 16 ноября мы уже приступим к стажировке. И стажировка будет идти на протяжении месяца? То есть это было обсуждение, teamwork, и то есть когда мы работали над проектом, ну, над своим кейсом, это так же как обсуждение, и важен еще один момент, это когда тайм-менеджмент. То есть мы, да, мы уже говорили, что мы проводили очень много часов в лаборатории, но важно не просто проводить это время, важно проводить это время с пользой. И важно выполнять какую-то работу, то есть нужно понимать, что не нужно просто сидеть и ждать чего-то, что что-то случится. Вот, нужно просто пользоваться временем с пользой. И я реально благодарна каждому из вас. Это было классно, потому что, ну, не всегда в команде бывают такие люди, которые полностью поддерживают и полностью понимают. По итогам, то есть по финалам, когда мы уже прошли, когда уже выиграли, мы подошли и сказали, вот, мы выиграли, мы прошли. Но не подходили, то есть заранее никто, ну, то есть никто не знал до этого. Это было приятно, наверное, каждый согласится. Да, это было круто. Да, это было круто. Был тоже международный кейс-чемпионат Strat Vision Plus. Он проводится вместе с другими партнерами Нархоз университета. Это университеты в Латвии, в Бельгии и в Вьетнаме. Вот, мне кажется, полученный опыт на разных кейс-чемпионатах также помог нам выиграть в этом кейс-чемпионате. И все это было благодаря активности Нархоза в социальных сетях и наличии связей с иностранными вузами. Мне кажется, сейчас Нархоз делает очень хорошие усилия в этом плане, поскольку я замечаю, что увеличилось количество программ мобильностей и стали появляться новые возможности по карьерному развитию. Наш карьерный отдел очень хорошо сейчас в этом работает. Я увидел несколько хороших вакансий, в которые подавался и прошел стажевку в предыдущем курсе. Мне кажется, это можно свести к трем планам, к трем направлениям. Это академическая мобильность, карьерное развитие и различные ивенты для студентов, такие как кейс-чемпионаты, партнерство с другими вузами. Даже, например, на втором курсе я, Тамерлан, Нурхан, ну ладно, Нурхан, вы не знаете, я и Тамерлан, мы выиграли Creative Ideas Park Challenge, по-моему, да, называлось это? Да. Это грант на 100 тысяч тенге для реализации идеи с последующим прохождением на конкурс в British Council. Там уже то ли 13, то ли 16 тысяч евро было. Ну, к сожалению, не выиграли, но попытались, мы прошли, и Нурхан предоставил нам этот шанс выступать перед, ну, British Council, и я рад. Да и на том же третьем курсе мы с Маджидом выиграли, ну, не выиграли, заняли третье место в Сима бизнес-гейм, тоже международный кейс-чемпионат, и Нурхан предоставил эту возможность, они просто отправили нам. Члены жюри были с JUSAN Invest, Asia Credit Bank и с KPMG. И, получается, после того, как жюри с JUSAN Invest объявили о трех призовых местах, передали слово жюри с KPMG. Который был мужчина, который сидел в России, в Москве, он с российского филиала KPMG. И он нас объявил, сказал то, что мы чуточку лучше справились, чем остальные, и выбрал нашу команду. Мы хотим закрепиться в KPMG. Я вполне уверен, что каждый из нас хочет получить как минимум опыт, ну, в течение, не знаю, года-двух, как минимум опыт, как максимум закрепиться и оставаться там работать, стать специалистом. Я расскажу в целом про сферу, где мы хотим дальше работать, поскольку, мне кажется, этот кейс нам помог определиться с индустрией, в которой мы хотим дальше развиваться. Мне кажется, сфера Investment Banking будет подходить именно под наши интересы и навыки, которые мы приобрели с этого кейс-чемпионата. Отдел в KPMG, в котором мы собираемся стажироваться, он как раз-таки с этим связан. Отдел Deal Advisory, он охватывает все сделки в сфере финансов. Это сделки по слиянию, по приобретению других компаний, и обозревая все другие страны, и как эти процессы происходят в международном плане, у нас часто разогрелся интерес, и мы хотим дальше развиваться в этой сфере. Я уже развиваю эти навыки и углубленно ухожу в обучение именно не в универе, а сижу конкретно дома и изучаю какую-то определенную сферу, потому что, если вы не будете учиться, то из вас ничего и не выйдет в жизни. А если вы хотите, если вы уважающий себя человек, то вы должны работать и достигать своих целей. Спасибо. Спасибо.